И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня у нас замечательная погода, мы отдыхаем в семье вот на детской площадке. Сегодня у нас речь пойдет про новости в Японии, а также я немного расскажу мои впечатления и опыт из проживания в Японии после 12, даже уже 13 лет жизни в Японии, что поменялось и что вообще происходило за это время, и про развитие японских технологий. Так, как вы знаете, недавние новости тоже здесь в Японии, что японское правительство решило поддержать ослабление иены, то есть иена начинает потихоньку падать на протяжении уже 2-3 месяцев, уже она снижается, 1 доллар стоит 150 иен, что значительно стало дороже покупать доллары для тех, кто проживает в Японии, но и также другую валюту, также вы можете меньше купить, не только доллары. Да, по соотношению к рублю, если так сравнить, то где-то 1 к 0,6, то есть получается 100 иен, это где-то примерно 60 рублей. Это так, в среднем, в среднем курс такой. В принципе, нормально, но если ехать куда-то отдыхать за границу, там, где нужны доллары, то это не очень хорошо, поэтому в этом плане немного неудобно. Что же я за эти 13 лет в Японии увидел вообще, что поменялось? В целом могу сказать, что практически тут ничего не поменялось. В Японии как все было, так все осталось. Единственное, что, конечно, немного начинают улучшать это муниципальные разные сервисы. Например, раньше, чтобы получить справку с места жительства, нужно было ехать в муниципалитет, а сейчас это можно сделать в комбине. И за это также берут 300 иен. Не знаю, правда, за что, потому что бумага там в этом комбине идет обычная, не фирменная, которая выдается в муниципалитете там с водными знаками. Вам нужно просто предъявить, ну как не предъявить, а там использовать My Number Card. То есть если у вас есть My Number Card, то вы можете ее использовать в комбине, например, в 7-11, в этом автомате, где печатаются и ксерокопии делаются. И сделать это можно быстро. Быстрее, чем в муниципалитете. И затрачивать на это, ну, от силы там минут 5-10, если вы рядом живете. Это, конечно, удобно, но вот в плане других каких-то вещей все так же. Это, например, если вам нужно открыть банковский аккаунт, например, карточку дебетовую или кредитную, то вам в любом случае нужно идти в банк. Вы не можете это сделать через приложение, зарегистрировавшись в интернете где-то на сайте банка. Все так же бюрократия, как была, так и осталась. Она никуда не девается. Из Японии вообще. Я думаю, очень сложно убрать полностью всю бюрократию в Японии, потому что на этом основана их, как бы, их стиль жизни. Они любят бюрократию. И любая вещь, любая бумажка, любая справка нужна всегда, типа, в бумажном варианте. Никаких электронах они не принимают. И ее получить только на месте можно. Ну, то есть по удаленке, через приложение, как у нас, например, в госуслугах можно заказать практически любую справку, здесь такого нет. И вряд ли будет. Скорее всего, это, опять же, будет только через комбини, через какие-то посредников, которые берут неплохие при этом деньги. То есть, если у нас можно заказать справку, и она будет вам стоить просто, ну, 0 рублей, то в Японии за любую справку с вас возьмут как минимум 300 йен. Это где-то 180 рублей. И при этом бланк может быть даже не фирменный. Что касается теперь самой связи вообще, ну, как бы, коммуникации между компаниями. Как бы, да, в основном люди используют почту электронную, но такой парадокс, что вы знали, что в Японии до сих пор используются факсы, которые были там в 80-х, там в 70-х, когда вот только появлялся вот это вот движение, это интернет только начинал появляться. А в Японии до сих пор используют факсы. И при этом это не то, что как бы некоторые компании, это даже на государственном уровне так сделано. То есть, некоторые государственные организации, в частности, какие-то страховые организации, либо это пенсионы, или еще кто-то, то есть, они обязывают, чтобы человек, который там делает какое-то заявление, или какие-то документы оформляет, отправлял это по факту. Я не знаю, с чем это связано, что за нормативы, что это за такие вот их правила, но это до сих пор существует. И как бы, ну да, факса может быть у вас и не быть, ну, как бы вот дома-то, да, но в комбине вот эти автоматы, которые делают, опять же, копии для документов, они могут отправить факс тоже. Там же есть также отправить факс, он также сканирует просто и отправляет факс вот именно в том формате, который требуется. Это немного странно, конечно. То есть, то же самое можно было сделать по электронной почте, но электронные почты, документы, они не принимают, потому что у них нет вот этого, как у подписи, там, на обычном факсе, там идет от кого, то есть номер там телефона и подписи, все остальное. Я не знаю, зачем это сделано, но могу сказать, что я с этим столкнулся, когда оформлял именно вот компенсацию по ДТП, и с юристом мы общались, и вот меня попросили выслать документы на фирму по факсу. Ну, я, конечно, удивлен был, что им это требовалось, но отправил, да, по факсу документы. 2024 год на дворе, а в Японии до сих пор используют факсы. Да, это, конечно, интересно. Теперь, что касается вообще в целом инфраструктуры и всего остального, что я вот увидел. Да, я думал, что в Японии как бы немного быстрее идет развитие и улучшение вот дорожной инфраструктуры или каких-либо там коммуникаций, еще что-то. Но, как оказалось, никто не собирается ничего улучшать или менять. Как были узкие дороги, так они и остались. Как было мало места для пешеходов, и в некоторых местах даже пешеходных дорожек нету, и ты идешь просто по обочине, где там отделено полосой такой дороги, так и осталось. То есть, если вы думаете, что у вас в городе где-то в России или там в странах СНГ ничего не улучшают, то в Японии также ничего не улучшают. Поэтому тут недалеко Япония ушла от остальных стран. Да, в этом плане, конечно, есть такое. Да, они иногда бывают обновляют вот эти вот площадки детские. Вот у нас недалеко от дома обновили, там поставили новую горку. Убрали одну, там поставили другую. Но факт в чем? Вот я не знаю, как бы здесь еще вот какие-то есть другие приспособы, да, на площадке, где дети могут ползать, там где-то лазить, качелях кататься или вот, к примеру, на полесенке вот под такой вот руками, да, карабкается. Вот здесь оно есть, как бы. Но у нас на площадке, к примеру, этого нет. У нас стоит только качелька вот такого плана двойная. И, ну, вот одинарная вот такая вот горочка, да, стоит там. И все, а все остальное место, это вот такая щебенка. Я не знаю вообще, с какой целью была сделана щебенка на детской площадке. Но она как бы мелкая, но все равно. Я вам скажу, что это не очень безопасно. Оно как бы, это не асфальт, и дети не так поранятся, если упадут. Но все равно даже на щебень падать, это, знаете, как-то не очень приятно. В этом плане я могу сказать, что те площадки, которые вот оборудованы резиновыми поверхностями, в Японии встречаются очень редко. Я не знаю, с чем это связано, но вот я столкнулся с такой проблемой. Да, конечно, вы можете сказать, что это не везде так. Возможно, где-то вот в каких-то домах и встречается вот травяное покрытие, вот, например, как здесь, или же, может быть, резиновое покрытие. Но в основном вот такая вот щебень. Вот, пожалуйста. Вот камни здесь буквально валяются. Вот, пожалуйста, и все, и земля. Резиновое покрытие – это редкость в Японии, я вам так скажу. Да, что еще касается вообще проживания в Японии и вот жизни. Насчет транспорта, конечно, транспортная система в Японии очень хорошо развита. Очень много поездов, очень много автобусов, разных такси, Uber даже есть. Это, конечно, все здорово. Мне нравится и удобно добираться там до работы или до какого-то места. На автобусе, на поездах все ходит по расписанию, все классно работает. Но это не везде. Например, есть города. Я не говорю про это, про деревни, я говорю даже про города. Есть города, в которых вообще отсутствует какой-либо транспорт. От слова «совсем». Ну, то есть, приезжаешь туда, там даже остановок общественного транспорта нет. Если у нас, например, в России, у вас вот есть деревня, да, и у нее там какая-то одна главная станция, где вот все собираются, кто-то уезжает, приезжает, да, то в Японии такого может вообще не быть. То есть, вы приезжаете в город, там нету ничего. Ни станции метро, ни станции автобусные, ни такси. Чтобы туда доехать, туда можно доехать только либо на своей машине, либо вызвать такси откуда-то. Ну, и это будет стоить, конечно, очень дорого, поэтому не очень удобно. В этом плане, да, в Японии, конечно, есть места, где очень сложно добираться туда. Насчет каких-то горных маршрутов, там где-то мест отдыха, да, здесь есть много таких мест. К примеру, вот как этот парк небольшой, да, вы можете прийти сюда на пикник, отдохнуть вполне бесплатно, без каких-либо затрат. И парковка бесплатная, и использование парка бесплатное, все отлично. Но это не везде. В некоторых местах, например, какие-то парки там рядом стоят, а на парковках реально берут за парковку неплохие деньги. Ну, то есть, я не говорю про Токио. Это не Токио, это в основном вот Канагао, Чиба, Цайтама, да, где мы были. Да, на парковках, в основном, все парковки, которые особенно приближены где-то к Токио, они все платные. Те, которые не приближены к Токио, есть бесплатные, но их не так много. Поэтому, если вы собираетесь особенно куда-то приехать, там отдохнуть в парке на машине, то узнаете сразу, сколько стоит парковка. И обычно, если вы отдыхаете в парке, то никаких скидок на это нет. То есть, если вы, например, проезжаете в какой-нибудь торговый центр, вот, например, да, вот, типа таких вот центров есть. Вот приезжаете в такой торговый центр, паркуете машину. А я вам, мол, кстати, бесплатные всегда парковки. Вот лозона там или еще какие-то. Вы там паркуете, и если вы там, к примеру, что-то купили, то вам дают бесплатно, ну, как бы час или два, там, да, вместят суммы покупки. Но если, ну, парковки, час или два парковки вы получаете бесплатно. Но если вы ничего не купили, а вы просто приехали туда, например, погуляться, отдохнуть с детьми, там, походить, то в этом плане тогда вам придется заплатить за парковку, ну, где-то в среднем 300-400 йен в час. Где-то так. Это если в Токио, а если вы не в Токио, то где-то около 200. 200 или 300 йен в час. Где-то так идет. Да, вы можете сказать, конечно, ну, что там 200-300 йен, это не так дорого. Ну, если вы на час, на два приехали, да, это в целом немного. Все равно это немного неудобно, особенно, когда ты просто приезжаешь в какой-то парк далеко от города, и вас берут деньги. Да, кстати, забыл сказать, если вы приезжаете куда-нибудь на пляж на машине, то там тоже с вас будут брать деньги за парковку. То есть, если вы привыкли в России где-нибудь приехать, там, на бережок дикого пляжа, где-нибудь встать там и спокойно отдохнуть, то в Японии, во-первых, диких пляжей практически нету, а если есть, это очень далеко. Во-вторых, если вы найдете даже такой дикий пляж, то обязательно рядом будут какие-то ушлые предприниматели, которые выделят место и будут там сидеть на нем и собирать деньги с тех, кто приезжает и паркуется. Вот так вот, чтобы вам не было скучно. В среднем парковочное место там стоит от 1000 до 2000 йен за неограниченное количество времени в сутки, независимо от того, 5 минут 10 или час, два, три, сколько вам надо. То есть, вы платите просто 2000 йен и оставляйте машину там стоять, на этом месте все нормально. В этом плане вот такие вот цены, это по поводу парковок. Могу рассказать, что еще меня удивило, ну, какого-то технического обслуживания, да. Технического обслуживания, к примеру, там. Ну, я не имею в виду там автомобили, потому что на данный момент у меня автомобиль, он на гарантии еще, и все, что там происходит с ним, я по гарантии все ремонтирую. Но я могу сказать, что в Японии это очень дорого стоит. Вообще, любые работы, любые ремонтные работы прилично стоят. К примеру, заменить лямбда зонт будет стоить примерно 15 тысяч йен. Это, ну, вместе с работой, вместе с оборудованием. Это будет в официальном сервисе. Где-то на рубли, где-то около 8-9 тысяч рублей будет стоить заменить лямбда зонт. Если вы хотите, к примеру, поменять колеса, да, будьте готовы заплатить примерно около 20-25 тысяч йен только за работу, за замену колес. Ну, резины я имею в виду там с летней на зимней и так далее. Это где-то около 12-13 тысяч рублей в среднем. Может быть, около 15 быть даже. Цены, кстати, не очень такие и большие, потому что я узнавал эти цены в Канагаве. В Токио, возможно, подороже. Что касается установки дополнительного оборудования. Такие магазины, как Автобакс или еще что-то, ну, например, они продают какое-то оборудование. Те же самые Yellow Hat, Автобакс, Ниринканут тоже этот по мотоциклам. Они продают оборудование. Вот, самый прикол в том, что если вы приезжаете со своим оборудованием, ну, к примеру, вам надо установить навигатор, или вы там, вы купили там видеорегистратор, и вы хотите установить его там в автомобиле, чтобы там самому ничего не прокладывать, чтобы аккуратненько все сделать. Так вот, я вам могу так сказать, что в большинстве компаний вам откажут в установке. Почему? Они будут мотивировать это тем, что если вы это купили не у нас, то мы не будем это устанавливать, потому что мы не знаем, возможно, оно неисправно или не будет работать так, как надо. Если вы хотите, чтобы мы установили вам какое-то оборудование, покупайте это у нас, и мы вам это установим. Но обычно цены у них намного дороже, чем это в других магазинах, поэтому они вот на этом также зарабатывают. В принципе, это, конечно, понятно, но вот если вы, допустим, хотите поменять, вот в скутере я недавно менял там этот ремень и грузики, да, уже износилось, все надо поменять, я думаю, ну, сейчас поменяю, все. Так вот, будьте аккуратны, потому что с вас могут взять два раза за одну и ту же работу. Но, к примеру, вы можете сказать, что, типа, мне нужно заменить там ремень, мне нужно заменить грузик. Как они делают? У них есть пресс-курант, они, к примеру, выбирают там замена этого ремня вместе с работой и цена на ремень на официальном сайте. И также выбирают замена грузиков вместе с работой и, как бы, цена на сайте. И это все складывается, хотя по факту, если вы меняете грузики, то и ремень также можно заменить в это же время, да, но они считают это вместе, то есть и замена ремня берут за эту работу, и за замену грузиков также берут за эту работу. Что, как бы, ну, не очень, как получается, честно, они берутся считать два раза за одну и ту же работу. Поэтому, вот, нам надо аккуратнее смотреть на это, и если там какие-то такие моменты, обязательно уточняйте. Из новостей-то оказывается, что в Японии, Россия в Японию прекращает поставки бензина, и, возможно, в ближайшее время мы увидим подражание бензина. Возможно, будет уже он не по 160 йен, а по 170, по 180 за литр. Да, это, конечно, немало, но, что, будем смотреть, как пойдет дальше дела там. Надеюсь, конечно, что все это скоро закончится, и мы спокойно можем и будем ездить куда-то, и летать напрямую, отдыхать там, и без проблем импортировать разные вещи в Россию, потому что я вот тоже хотел послать какие-то подарки родственникам, родным хотел послать подарки, а не смог, потому что сервисы по отправке, ИМС, и там DHL просто не работают, ну, они не хотят отправлять туда, они хотят только отправлять какие-то ближайшие страны, из этих ближайших стран нужно будет забирать, но это очень неудобно. Поэтому я могу сказать, что создали много сложностей, но в основном не для государства, а для простых людей. Вот, я надеюсь, что скоро все это закончится, все это отменят, все эти ограничения, и мы сможем спокойно жить здесь. Ну, все, на этом все, все, что я хотел сегодня рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. С вами был Дэн, до новых встреч, увидимся!